Привет, с вами Андрей, у нас тропик Сильзанджи, мы прохождаем, продолжаем прохождение гладиатор воина так называемого, гладиатор это у нас подкласс воина, поэтому как гладиатор так и воин будет правильно сказать вот собственно мы остановились на том что мы прошли 12 этаж и как говорится двигаемся дальше на следующую комнату давайте посмотрим что там 13 комната нам ничего не сказали при входе на эту комнату соответственно мы как говорится ничего не ожидаем такого прямо собственно летучая мышь обратите внимание тут присутствует дм это дм сотой версии если не ошибаюсь потому что он в нас обычный газ плюнул нам подсказал что здесь присутствует ловушка перемещающая на самом деле полезная ловушка как мы видим тут еще присутствует камень зачарования к ясновидения и стада то мы будем открывать ее собственно нашли последние рассинку для нашего бурдюка и тем самым мы заполнили бурдюк полностью тем самым мы можем его либо использовать либо использовать либо использовать для того чтобы перекрафтить его в анг собственно дм тут присутствует ловушка холода давайте и воспользуемся мы воспользуемся ловушкой холода убили дм а ловушка очень много деактивируется а в идеале если вы играете гладиатором в идеале использовать в идеале использовать собственно зачарование на скорости нашли алхимика отлично алхимика то шикарная вещь нам он очень пригодится у нас восемь единиц энергия давайте мы вместе с вами расщепим наверное хотя нам в принципе давайте посмотрим сколько стоит телепорт телепорт стоит плюс 6 на самом деле нам бы также искажение взять эти лучше наверно возьмем искажение искажение это телепортация вас как и ваших врагов в рандомное место очень полезная вещь давайте расщепим либо и воспользоваться камнями перемещения для того чтобы на самом деле свитки телепортации крайне полезные свитки это наверно одни из самых полезных свиток которые присутствуют в игре нам единственное нужно теперь снятие проклятия найти это для того чтобы снять проклятие в хране и собственно улучшать его дальше но опять же для нас пока это не актуально наша наша задача пока рассмотреть другие возможные варианты давайте также возьмем искажение для этого нам нужно 10 единиц энергии если не снижаем возьмем из ментального зрения у нас осталось 10 единиц энергии нам также желательно взять воду у нас присутствует рунная амфибия нам вода прям необходима она делается из грозовых туч вот собственно зелья грозовых туч а потом она делается зелья грозовые туч превращаются в экстракт единистости нужно всего 12 единиц энергии у нас присутствует 10 единиц энергии давайте расщепим лишнее у нас присутствует во первых грозовая лаза 1 которую можно убрать у нас она в единичном гембляре и слепняк 2 который тоже можно расщепить у нас он в единичном экземпляре также можно расщепить камень шока я им в основном не пользуюсь можно расщепить камень стадо ну стадо вместе с камнем шока можно перезвить ваши палочки если вы ставите стадо потом кидаете камень шока то можно перезвить ваши палочки что очень полезно но я в большинстве случаев либо камнем стадо перегородить проход стреляющим по вас могу что тоже бывает очень полезно но мы играем через передвижение поэтому для нас оно не актуально давайте вместе с вами сделаем экстракт единистости чтобы все розовые тучи пошли и собственно экстракт единистости готов их в идеале бы поставить на быстрый слот для того чтобы мы просто могли ими пользоваться а также у нас присутствует 7 собственно свитков улучшения мы определились с броней мы будем улучшать именно ее для этого нам поэтому мы просто сейчас улучшаем вместе с вами именно эту броню для этого мы подпираем дверь для того чтобы нас случайно неожиданно эффектом не попытались сдуть и просто улучшаем обратите внимание тут даже вес присутствует удивительно кстати очень удобно сделан разработчик для того чтобы по сто раз не перезаходить в этот но мы в любом случае максимум свитка вкладываем сюда чтобы нас просто не пробивало возвращаем ему амфибию чтобы она просто потолще была давайте посмотрим сколько у нас 1152 но шанс пробить нас конечно же присутствует но я надеюсь что не такой сильно большой а также у нас присутствуют где они у нас вот нужно семечка, рунный камень и 8 трансмутаций собственно 2 энергии рунный камень, рунный камень давайте посмотрим что у нас есть по семечкам и рунному камню чтобы получить трансмутацию расщепить им нужны 2 штуки чтобы не бегать к торговцу семечка и рунный камень можно сказать тут все полезное поэтому пока наверное стоит двигаться дальше пока как то так двигаемся дальше демо мы убили собственно нам не говорят то что где здесь переход давайте поищем сами мы видим мага давайте его убьем нам дали палочку ударной волны одна из самых на мой взгляд лучших палочек благодаря этой палочке особенно если она не проклятая я надеюсь по крайней мере да она не проклятая это шикарно давайте сразу узнаем ее количество зарядов для этого используем ее стену по количеству использования и поймем то есть 3 палочка плюс 1 соответственно присутствует у нас поэтому для нас в целом это неплохо а она крайне эффективна на воздушных уровнях у нас как вы видите зажали макс спину подошел нас зажал но мы были к этому готовы убиваем вдохновленного чемпиона комбо нам дали косу и ботинки природы сандали природы как вы помните мы с берсерком не деремся потому что нам лишний урон получать не нужно у нас руна амфибии поэтому мы по лове ходим быстрее нам подсказывают что здесь присутствует ловушка вот сандали природы это хороший артефакт но проблема в том что у нас уже два артефакта прокачены то есть нам для нас они ну не сказать что полезные будут вот нам бы у тебя лучше какой-нибудь свиточек еще лишний чтобы нам вылили либо какую-нибудь семечко для нас она будет более полезна собственно комната с фул ловушками как вы можете увидеть присутствует пустофрукт наша задача просто пройти до него пустофрукт это полезно это проецирует пустофрукт это полезный предмет он позволяет вам сделать скажем так рандомное зелье то есть его забирать обязательно нужно но опять же если вы играете с поданием росы скорее всего его не будет даже комната его проецирующий таракан очень плохой в плане того что с ним очень тяжело драться он вас может отравить и свалить самый лучший способ с ним драться через дверь а еще лучше если у вас да как вы видите мне не повезло самый лучший способ драться с ним через дверь как вы видите у меня присутствует собственно мясо пирог рацион пищи и мясо мы можем добежать до алхимика он у нас присутствует внизу давайте это сделаем для того чтобы мы могли просто покушать а за 6 единиц энергии за 6 единиц энергии мы готовим себе еду это мясной пирог который нам дает сытость у нас еда больше отсутствует соответственно это наш максимум будет но опять же мы найдем пустов лук мы сможем еще себе еду найти а также помимо всего прочего еду можно достать из горшка если вы его разобьете сейчас я покажу этот рецепт а где же вот он а собственно с зельем исцеления расковывает и горшок и собственно эликсир бедового исцеления который он немедленно немного утоляет голод и также применит тот же эффект что и зелье регенерации если его выпить в общем и целом полезная вещь можно также приручить с помощью него пчелу но по понятным причинам нам это особо не интересно у нас нет возможности защититься от отравления хотя нет есть одна возможность семечком и горозы присутствуют у нас чтобы разбить паутину как вы видите паутину нам мешает нужно кинуть в нее любой рандомный предмет желательно не зелье и не собственно свиток потому что может вот деремся с ДМом убили ДМа как вы помните с с берсерками мы не деремся принципиально поэтому мы просто ждем когда берсерку пойдет нам дали молот холода и быстро заработали укоренение чтобы избавиться от укоренения стоит использовать левитацию будем подождать время укоренения чтобы оно прошло так же как говорят стоит использовать защиту для того чтобы просто нас меньше пробивали но если мы хотим уйти в атаку по идее можно уйти либо дополнительно в защиту через защитную стойку либо уйти в так называемую в наше набивание в наше набивание тем самым мы чуть больше урона сможем нанести потому что у нас боль чаще вот здесь присутствует ебанит или мимик давайте мы его прострелим чтобы он не расслаблялся давайте подождем ну а собственно нам еще метательное оружие далее меч-молния пипилум пилум и клинок-убийца это все это все хорошо но мы с оружием уже определились то есть мы играем через кольцо поэтому нам в принципе оружие не актуально меч-молнии хорошо но для нас он в целом не особо полезен хотя его можно было бы использовать потому что он в данный момент самое сильное оружие по идее у нас в данный момент 17 силы а он требует 16 силы как вы видите то есть в принципе его можно было бы воспользоваться им еще один мимик да вы издеваетесь я же посмотрел а вы сами видели я посмотрел мимика видимо разработчик прячет мимиков более эффективно скажем так у врага нечего украсть но в мимике они прячутся еще одно кольцо урона нашли на самом деле как вариант важно будет у собственно у кузнеца бафнуть кольцо урона хотя бы на плюс один единственное нам нужно очень плохое местоположение потому что мы сбежать от него не сможем давайте подождем его как вы видите он нам сразу заблокировал проход громила давайте подпустим поближе а как вы помните с берсерком мы не деремся точность конечно у нас прям хромает откровенно у кольца мы играем через кольцо у нас персонаж очень слаб по точности как вы видите я обошел вроде как но я пока найти не могу давайте посмотрим где конкретно мы нашли еще дверь нашли собственно себе еду и нашли так называемый пустофрукт пустофрукт можно будет сразу активировать для того чтобы он нам больше пользы принят чем вреда собственно перемещающая ловушка мы телепортирующая крайне полезная вещь но она скажем так уберет у вас телепортирует по уровню на самом деле что они не гуд как хорошо но все таки это лучше чем ничего вот любой брошенный предмет который будет в телепортирующую ловушку у вас ну собственно в вас улетит ну давайте наступим на а нам закрыли всю карту полностью это кстати говоря минус высокоуровневых ловушек они имеют дополнительный эффект помимо основного прочего если бы у нас было зачарование например удачи нам стоило бы его добить вместе с гнолом но учитывая то что у нас не отсутствует зачарование удачи то нам в принципе все равно на гнолом поэтому мы наша задача вместе с вами вернуться на уровень банком для того чтобы ну и заодно продать все лишнее по нашему МПСу который у нас присутствует жалко у нас нет скорости это очень сильно конечно бьет по 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 выживаемости персонажа просто если у нас была бы хотя бы какая-то скорость нам было бы более комфортно двигаться собственно давайте поддеремся с летучей мышью мы собственно добежали до торговца он единственный торговец на текущем уровне наша задача купить у него все что не только у нас получится а собственно продаем наверное косу не точный продаем меч продаем и стень молот холода шикарный доспех наверное продадим тоже а клинок убийцы нам в принципе так же не нужен что касаемо сандалии природы сложно сказать сандалии природы являются артефактом поэтому их в теории если прокачать они достаточно сильный прирост могут вам дать плюс сандалии природы сами по себе полезная вещь то есть вы можете элементарно чуть быстрее бега чуть быть более невидимым и так далее сандалии природы они полезная вещь даже и по сути иногда даже полезнее рукавников рукавники они полезные вплотную как у торговца а вот сандалии природы они более полезные давайте посмотрим есть ли у него свитки опознание присутствует у него рассеивание телепортация магическая карта и телепортация собственно наша задача взять у него все что мы сможем унести как бы смешно не звучало покупаем у него анг благословляем анг с помощью бурдюка посвятили благословили теперь в идеале бы одеть на себя сандалии природы вместо на рукавника гильдии воров они оказались не проклятые это отлично в нашей даче теперь их удобрить на нас будет у нас также присутствует кольцо вон давайте его оденем оно оказалось проклятое а у нас присутствует два заряда но скорее всего два заряда мы не сможем 150 я думаю сможем давайте переоденем сандалии природы и попробуем украсить собственно этот у нас как раз получается а собственно три штуки за сто процентов забрали забрали здесь один за сто забрали наше удача взять рассеивание снять снять проклятие с него оставим пока кольцо так а молот конечно же был бы получше во первых это точное оружие то есть написано что оно меткое плюс очарование холда оно считается одним из лучших для контроля большинства врагов но у него 18 тир у нас как вы видите только 17 силы поэтому мы скажем так не готовы я всегда беру дротик там так бы в идеале еще взять исцеление обязательно есть кстати еще и очищение тут вообще много полезных свитков поэтому торгуется вообще шикарно баланса у нас нет да то есть нам еще нам бы в идеале вообще подготовиться по максимуму давайте возьмем исцеление в основном урезанный рацион а что касаемо этого стоит сандалии удобрить но опять же они очень медленно перезаряжаться будут поэтому сандалии в принципе для текущего класса будут бесполезны если только они прямо очень и очень редко будут работать если какой то ставить редкий предмет опять же у нас нет возможности переряжать нам не выдали ни кольцо ничего всего совсем 425 у нас 400 монет осталось давайте вернем пока на рукавник сандалии они чем хороши они помогают контролить но у нас нет возможности перезаряжать артефакты это можно сделать с помощью колец если у вас нет способностей к этому с помощью колец перезарядки это можно сделать спокойно перезарядить но вообще 36 это конечно неплохо внутри очка конечно смотрится сомнительно но я играл через защитную стойку это хорошая вещь особенно если вы знаете что вы будете драться сто процентов то есть нам под билд она как раз подходит как вариант можно будет взять ее либо взять чисто на урон так называемая черепная реакция но опять же если мы будем играть через комбо то для нас черепная реакция очень полезная то есть у нас комбо по сути практически сбрасываться не будет но если мы возьмем эту мы чуть больше защиты давайте универсальную возьмем это раскачивает комбо на самом деле с помощью сталкивать также парирование несколько целей и навык обрушения увеличивает а мы прыжки можем делать на самом деле улучшенное комбо оно полезное я его играл я правда на 2 только смог прокачать его давайте переоденем холод в идеале вообще молнии продать вот так вот так 450 у нас 410 соответственно мы не можем купить камень тоже мы не можем купить грифель да то есть мы по деньгам откровенно просели то есть 450 минимальная цена поэтому для нас не актуально в идеале конечно вообще взять сай это будет лучше для гладиатора потому что гладиатор просто будет носить несколько единиц ударов в ход собственно летучая мышь если я правильно вижу у нее 18 но проблема в том что у нас у нас 17 то есть мы либо промахиваемся либо не промахиваемся но в львовче нам стоит двигаться дальше мы еще последний этаж вместе с вами не исследовали собственно маг который на следующем ходу в нас кинет что-нибудь свою магию поэтому давайте мы не дадим этого сделать разочарование холода оно шикарное тем что как вы помните с яростью мы не беремся видите удары подряд идут то есть в принципе нам хватает это скорее всего плюс один поэтому нас в принципе все устраивает то есть мы даже можем продать текущую фигню если ей где-то есть алхимик в идеале прогрейдить например стада семечко какую-нибудь телепортация например собственно сделаем трансмутацию и все лишнее будем просто продавать просто их 11 даже а собственно продали расщепляем 120 тел и золото получили и да пускай остается нам также нужно бафнуть себе у нас очень мало зелев, а 5 штук целых, нифига себе мало. Мы лишний уран получили, нам нужно сейчас снять дебаф себе, сняли дебаф в ожидании, собственно 14 этаж, под сводами подземелья, на самом деле под сводами подземелья это хороший этаж, этот этаж нам говорит о том, что здесь будет воздух, вот вы можете это увидеть, а воздух это шикарно, мы можем подталкивать наших врагов в пустоту, и они будут гибнуть. Да, вы будете получать чуть меньше опыта, но все-таки давайте посмотрим, что здесь, исцеление, ментальное зрение, опознание и рассеивание чар. Сложный выбор, по идее стоит брать исцеление, рассеивание чар как опознание нам в принципе особо не нужно, вещи в любом случае рано или поздно опознаются, это для нас не актуально. Собственно, мы видим огромное количество пираний, пираньи бьются через копье, либо любое дальнобойное оружие, также если у вас, ну как вы видите, у нас точность прям оставляет желать лучшего, то есть мы скорее всего не пробьем таким образом пираньи, их знаете, что можно сделать, их можно отсюда телепортировать. Мы просто пираньи отсюда телепортировали и просто зашли. Ну это по принципу идиота. Собственно пластинчатая братья, как вы понимаете, нам особо не актуальна, мы в принципе могли бы ее попробовать переодеть, но как бы, кстати, нам даже плюс 2, удивительно. Давайте подождем таракана, он сейчас мне конечно же удар в спину будет делать, пытаться. Учитывая то, что я укоренен, я в теории не должен упасть. Да. Из-за того, что я был укоренен, по идее МАК. Обратите внимание, дистанция у вас где-то примерно 2 клетки между нами, то есть мне его нужно слепить, иначе МАК не даст мне возможность забрать. А он мне скорее всего урон нанесет еще один МАК, как вы видите. Давайте подождем его. МАГа можно было скинуть, не заморачиваться. Ну, собственно, здесь, кстати, что-то присутствует. Одна из ловушек, давайте ее сразу посмотрим. Нет, у меня 18-ая, видимо, молот, потому что он очень редко попадает. Нашли зелье силы, в принципе, это, кстати, МИМИК, скорее всего. Давайте выпьем зелье силы. Оно у нас будет теперь 18-ая, тем самым мы, как вы видите, не должны проседать, поэтому... Ох, МИМИК у нас прорезло. А, МИМИК примерз. Единственное, я не знаю, где он находится. Да. Ну, учитывая то, что он в ледяной ловушке, то он постоянно заплатный урон получает, в ледяной ловушке. Нам бы в идеале, конечно, щит использовать. У нас, собственно, это зачарование обороны. Зачарование обороны – это классная вещь. Я бы даже сказал, она одна из лучших. Но, опять же, нам будет бесполезен клинок убийцы. У нас нет скрытности. То есть для роги, то есть для инвизора он крайне полезен. Для нас он бесполезен будет. У нас щит обычный. 0,4. То есть его, в принципе, если раскачать, он будет неплох. Но для нас он также бесполезен. Ну, и еда, по понятным причинам, крайне полезна. Поэтому мы ее просто забираем. Собственно, по еде. Как вы видите, у нас все грустно. А, нет, у нас есть пирог, смотрите. У нас есть пирог, есть рацион пищи, есть загадочное мясо. То есть, в принципе, мы даже можем что-то себе скрафтить. Единственная проблема в том, что у нас надо постоянно бегать до алхимика. Как же это подмораживает. Где у нас? У нас тринадцатый, получается, алхимик. То есть нам нужно будет вернуться на уровень алхимика. Давайте подеремся с ДМом. Как вы видите, уже одиннадцать, двенадцать комбо. Нам нужно дождаться момента, когда она бафнется. Ну, конечно же, кто б сомневался. Нечего украсть. Очень жалко. Это проецирующий босс. Поэтому, кстати говоря, обратите внимание, присутствует мимик. Подозрительное очертание. Мы, скорее всего, его будем сбрасывать. Единственная проблема в том, что нам нужно определиться с точкой, с которой мы будем сбрасывать. Лучшее, конечно, решение будет его в пустоту сбрасывать. Но проблема в том, что тогда все склянки тоже упадут, которые будут присутствовать. Ну, я думаю, для нас это не критично. Заодно мы это и узнаем. Собственно, еще один ДМ. Это, кстати, уже двухсотый ДМ. Отличие версии в том, что ДМ бьет... ДМ бьет... Блин. Каразийным газом. А, собственно, маг на очень большой дистанции. Мы не готовы к такой дистанции с ним. Нам нужно ее сокращать. А тут два варианта развития событий. Либо мы используем, собственно, искажения. Либо мы используем камни перемещения. Либо мы используем любой рандомный предмет. И нашу способность импровизированной снаряды. Способность импровизированной снаряда выглядит куда лучше. Поэтому давайте ее используем. Его можно было бы сбросить, но, я думаю, нам не критично. Давайте посмотрим, это мимик или нет. Нет, это не мимик. У нас присутствует как раз ключ. Нам дали балас. Балас – это метательное оружие, которое замедляет ваших врагов при использовании. По понятным причинам оно ломается. Собственно, присутствует вновь громила. Я думаю, как бы его поэффективнее убить. Но пока ничего не приду. Если есть возможность не драться с момами, этой возможностью стоит воспользоваться. Единственная проблема в том, что он может пережить. Самое эффективное, конечно, просто его через дверь толкать. Но, как вы видите, и на меня тоже работает. Урон от падения у меня присутствует. Кровотечение на один ход. Какое странное кровотечение. Давайте перекусим, чтобы не терять здоровье от голода. У нас головокружение, а мы упали. Я, видимо, в спину не смотрел. Нам дали кнут. Кнут – это шикарная вещь. Поэтому мы расщепляем трансмутации наше копье и забираем кнут. У кнута чем преимущество перед копьем? Кнут – он плюс один дистанция. То есть это, по сути говоря, лучшее оружие, которое вы могли бы использовать против толстых противников. Вот. Но зачарование холода – оно более эффективно, потому что вы за счет холода замедляете ваших врагов, тем самым они становятся чуть медленнее. То есть для рейнджей, то есть для, собственно, когда вы в мели уже подошли, лучше, конечно, зачарование холода. Ну и на рейнджей она тоже неплохо себя показывает. Как вы поняли, я выбираю, нам подсказываю, что нам стало не по себе, где-то присутствует ловушка. Обратите внимание. А, там пусто. Я думаю, нам что-то есть. Как вариант, мы можем узнать, собственно, тот гнул, который нас, грубо говоря, скинул. Давайте его убьем. Вроде сказали, меткое оружие, а что-то он мажет. Ну, собственно, еще немножко монет нам дали. Тараканы нужно скидывать обязательно. Единственный момент – нужно правильно точку подобрать, скидывание тараканов. Учитывая то, что мы будем нас отталкивать назад, значит, нам нужно подойти вперед на шаг. Мы, собственно, открываем проход для палочки и толкаем тараканов. Собственно, мы знакомы долго с палочкой, нам ее открыли свойство. Но мы знали, что она и так плюс один. Для нас она ничего удивительного не сказала. А, собственно, мы посмотрим, что за зелье – это ускорение и превращение. Нам, в принципе, ни то, ни другое не нужно. Но лучше, конечно, ускорение брать. Поэтому мы берем ускорение. А почему ускорение? Ну, оно просто дальше может помочь. Я думаю, скорее всего, стоит более эффективно использовать кнут. Молот, конечно, шикарная вещь. Много урона и т.д. Даже еще меткость тут хороша. Но все-таки… Ну, давайте заберем. Ментальное зрение нам, в принципе, не нужно. А вот рассеивание чар нам может помочь. Но у нас места, как вы видите, нет. Место закончилось. Давайте поедим. Нам нужно вернуться на тринадцатый уровень для того, чтобы, во-первых, у нас там алхимик. Как вы видите, он здесь присутствует. Обозначим то, что он присутствует на тринадцатом уровне. Поэтому у нас значит вернуться именно на тринадцатый уровень. Ну, конечно, немного урона будет наносить. Но нам не важен урон, нам важнее, что его дистанция. Кольцо урона, конечно, в этом вопросе будет чуть лучше, но за счет дистанции кнут выиграет у кольца. Поэтому давайте, как вариант, расщепим нашу булаву для того, чтобы больше ее не лицезреть. Давайте так же расщепим сандалии природы. Я думаю, что они нам не понадобятся. В идеале, чтобы наш круг распознался, и чтобы мы могли его балансануть. Для этого нам нужно сбегать к торговцу, купить у него камень на баланс, и просто начинать стакивать на урон на кнуту, на кнуте. Также я хотел... Нам нужна, во-первых, энергия на это дело. Давайте подумаем, что мы могли бы расщепить. Давайте вместе с вами расщепим, собственно, зелье газа токсичного. Нам какую-то там отметку дали. Вот. Возьмем себе еду. Собственно, гайд. Еда. Взять. Окей. Готово. Взяли еду. Немножко мелочь убралась, которая мешала нам. Также нам в идеале бафнуть себе кустафрукт. Сложно сказать, на что конкретно его стоит бафать. Вообще, я рекомендую, конечно, бафить его на семи звезда цвета. Это самое лучшее будет... Кустафрукт имеется в виду, чтобы вам просто было комфортнее с ним. Вот. Есть рецептик. Давайте мы его найдем. Собственно, нам нужен телегенетический захват, но он 10, 10 стоит. Это очень много. У нас такого количества пока нет. Нам бы в идеале огонь скрафтить, но у нас зельев нет. У нас какая-то замкнутая система. Получается, что нас особо не одарили зельями, палочками. Что, честно говоря, не особо удобно. Что касаемо кольца урона, как вариант, можно будет бафнуть именно его. Либо все-таки, я думаю, доспех бафнуть. Хотя лучше, наверное, кольцо урона. Давайте тогда продадим доспех для того, чтобы у нас место не занималось. на крайнем случае мы еще найдем. Нужно дальше добежать до торговца. Маг уходит. Маг ушел. Конечно, маг не захотел уходить. Гнида. Стоит и смотрит на меня. Урон нам не важно, мы его просто откидываем и пускай он левитирует. Бежим, собственно, на одиннадцатый этаж для того, чтобы купить камень баланса. Ну и остальной мусор, который мы сможем унести, скажем так, у нашего НПС-торговца. Нам говорят, что мы проголодались, но у нас 50 единиц здоровья. Поэтому обратите внимание, дальность атаки, с которой мы смогли пробить летучую мышь, у нее две клетки, в отличие от копья, у которого плюс одна клетка. Собственно, продавать, как вы понимаете, нам ничего не надо пока что. Хотя можно было бы кольцо продать. Давайте продадим кольцо. Нужно сейчас взять камень баланса. И посмотреть, что мы еще могли бы взять у него. Сай, конечно, хорошо, но он нам... Опознание... Опознание нам, в принципе, не нужно. У нас и так все опознается рано или поздно. Телепортация, магическая карта. Давайте карту возьмем, хотя карта у нас и так две штуки. Куда нам еще? Очищение. Вот очищение нужное. Зелье, его стоит брать в любом случае. Если у вас есть такая возможность. Для чего стоит брать очищение? Во-первых, очищение позволит вам избежать урона по площади от газов, например. Также очищение, чем полезно, оно может вам убрать голод. В грыженной версии, разумеется, но все-таки очищение в этом вопросе очень-очень полезно. Поэтому я рекомендую именно очищение. Баланс мы взяли, как только наш кнут прокачается, мы его забалансируем. Если найдем какое-нибудь другое кольцо, помимо кольца урона, который у нас присутствует, мы что-нибудь, возможно, превратим. Но пока непонятно, что оно из себя будет представлять. По свиткам давайте посмотрим. Телепортация шикарная. Это не особо. Про карту я говорил. Давайте возьмем две телепортации и просто их расщепим. В идеале можно было взять пепилом, конечно, но я думаю, мы и без него переживем. Токсический газ хотелось бы забрать, но у нас деньги закончились, у нас 99 монет. У нас нет скорости, кроме как вода. Есть шанс того, что он что-то выдропнул, но, как показалось, практика без опыта. То есть, если мобы вам не приносят опыт, соответственно, они вам ничего не смогут дропнуть. У нас присутствует одно улучшение. Как вариант можно улучшить доспех еще дополнительно. Потому что весь урон, который мы будем использовать, мы, скорее всего, будем играть от доспеха. Мы пришли на 13 уровень, давайте воспользуемся и сделаем себе камни перемещения. Проход неплохо и искажения шикарные. Но проблема в том, что у нас здесь единиц энергии стоит, у нас нет такого количества. Как вы понимаете. Здесь единиц энергии достаточно много. Девять. Да. Девять, девять, девять. Ну, давайте, может огонь доверяющий примем или, достаём один огонь. возьмем себе искажения и возьмем на вторую перемещение на то чтобы если нас будут сильно зажимать чтобы мы могли просто себе покомфортнее чувствовать как вариант взять цепь того чтобы просто больше урон наносить чтобы у нас не сбрасывалась но практически не сбрасывалась комбо понятное дело что перри перебежках она вас будет вот че сбрасываться но все-таки очень мало здоровья как вариант нам загадочное мясо по морозить немножко в принципе мы с вами как я понимаю исследовали текущий этаж 14 давайте посмотрим если у нас 14 этаже все ли мы исследовали да мы все исследовали поэтому в принципе мы можем вернуться и в следующей записи мы сможем тогда уже вместе с вами тут обратить внимание два таракана присутствует но в большинстве случаев стоит делать следующее раз улетела он нам заблокировала полет палочки поэтому обоих тараканов просто скинули в пропасть а наша задача добежать до нашего кузнеца где у нас он присутствует на 12 уровне чтобы узнать где он у вас ваш кузнец собственно открывается на месте путешественника он у вас присутствует здесь собственно на 12 уровне так не бежим туда на 12 уровень шин и можно будет готовиться к следующему этажу так же как вариант найти ловушку льда либо самому приморозить а вон ловушка льда есть это собственно антимагический чемпион на самом деле это интересно нам нужно как-то избавиться от этого антимагического чуда самый простой способ будет от него избавиться просто сбросить он кидает большинстве случаев на опережение наивно полагая что ему это поможет давайте его подождем он собственно избавились монти от антимагического чемпиона палочка взрывной ловны наносит физический урон хотя она является палочкой по идее должна носить магический урон но все-таки нам в идеале заморозить мясо давайте пробежимся заморозим мясо радиус будет очень большой около двух клеток от эпицентра поэтому нужно как можно дальше отойти как вы видите радиус две клетки от эпицентра соответственно гнидомаг гнидомаг мы не получаем опыт поэтому нам драться на текущем уровне уже бесполезно потому что нам нужно просто двигаться в сторону следующего квеста поэтому просто встаем как говорится под следующий квест кольцо конечно у нас не самое лучшее но мы как вы понимаете за текущее прохождение у нас не покажет это мы не нашли нам открыли практически все кольца но опять же каждом прохождении кольца индивидуальные поэтому они всегда рандомные вот ладно всем большим в курсе вот за Продолжение следует...